Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас на этом замечательном мероприятии. Мы представляем компанию Liberty Grand. Меня зовут Дмитрий Ольгунов. Егор Бурлаков, мой коллега. Здравствуйте. Спасибо, ребята. Спасибо вам. И мы хотим рассказать о том, как улучшать работу банковских отделений. Причем улучшать это каждую минуту, каждый день. Я хотел бы начать с небольшой истории. Недавно я был в отделении одного очень крупного банка, который гордится, наверное, не без оснований, а частично своими процессами. Я стоял в очереди за девушкой, у которой была очень простая операция. Ей нужно было пополнить счет на карте. И как вы думаете, сколько может занять такая операция? Версии? Пять минут. Пять минут. Отлично. Ну, я думал, да, примерно так должно это получиться. Но в итоге у нее вышло 13 минут на такую простую вещь. Вот Георгий нам рассказывал, что за 15 минут кредит можно выдать, а тут 13 заняло только пополнение карты. Я думал о том, как такие вещи вообще могут получаться, почему даже крупные банки, которые много работают над своими операциями, допускают это. На самом деле этому есть несколько причин. Во-первых, у универсальных банков очень много разных офисов, которые сложно сравнить друг с другом. И поэтому те процессы, которые проходят в одном офисе по-другому, могут показаться такими, ну, просто потому что офис отличается. Он очень большой или он очень маленький, он в торговом центре. И можно не заместить какие-то несовершенства за этим. Во-вторых, надо понимать, что в банковских отделениях постоянно происходит много каких-то уникальных событий. И поэтому за ними можно тоже не разглядеть важных тенденций. Например, в отделении приходило 7 клиентов в час. Неожиданно оказалось, что сегодня их приходит 0 в час. Что случилось? Просто сломалась система. И таким образом какое-то случайное событие сильно влияет на обслуживание в целом. Ну и, наконец, надо понимать, что даже несмотря на то, что все, конечно, стараются улучшать свои процессы, часто получается, что улучшение приводит к каким-то непредсказуемым результатам. Самый распространенный, наверное, пример — это введение универсальных сотрудников в отделениях, которые выполняют все виды операций. Сталкиваются сначала с тем, что когда сотрудники узкие специалисты, это плохо, потому что к ним устраиваются очереди, вводят универсалов, тоже оказывается плохо, потому что тоже к ним устраиваются очереди. И как вот найти золотую середину — это большой вопрос. Но, тем не менее, мы очень оптимистичны. Мы считаем, что есть выход у всех этих проблем. Во-первых, даже несравнимое можно сравнивать. То есть разные отделения можно сравнивать друг с другом. Во-вторых, обо всех изменениях можно узнавать очень быстро и реагировать на них. И, в-третьих, результаты самых сложных изменений можно каким-то образом оценить. И о том, как сравнить несравнимое, сейчас расскажет Егор. Редактор субтитров А.Семкин